Всем привет, ребята! Мы продолжаем играть под задачу. Да, конем Б8, Б1 мы уже мотовали, теперь мы мотуем конем Ж8 и Ж1. Ну, собственно, Ж8 всем в данной партии. Правильно? Да, всё правильно. Я зря его развил. Да, нужно пойти сейчас... Слон Е7, а слон Ж5 пойдём, конь Ж8. Ну, пока ходом конь Ж5. А, ну всё нормально как-то. Да, в тот раз это мероприятие у нас с Никитой... Да, я попробую на что-то они камбэчат по полной. Такое, кстати, мы ввели, да? Согласен? Ну, это не мы ввели. Точнее, мы это более и придумали, но это упомянул ещё Евгений Шахмат-канал. Одного из своих видео. По-моему, это было ДОТА. Как мы начали это употреблять. Ну, отлично. Тебе не кажется? Да, опять немножко Никита подвисает совсем счастливее. Ну, в общем, да, это отдельный... Отдельный разговор. Снять по теме. Да. Нажмём мы на паузу. Да, мы продолжаем, ребята. Да, я так напомню, что наша цель создать мат конь СФ-6. Напоминать, нет, не было смысла, но вот соперник создаёт двух мощнейших слонов. Да. Этот слон на паузу называется слон Рон Шейн очень часто. В узких руках. В узких? Да, мы начиная, так называемая, словно живота, который со СФ-7 пришёл, но я думаю, что касательно слона Б1 тоже не может. Кстати, зашли тренинг, когда Эдвард Лигейн, что не так плохо, он забирает на этих родцев слонов. Но на С1 уже неплохой. Да, теперь наш конь может легко прыгнуть по чёрным полям. Это повышает шансы, да. Так, ну... Такие у нас эти интересные пешки, ты согласен? Да, мы на нашем центре не разговариваем. Пока центр кайпки у нас всё становится. Ну вот, он на ядерную пойдёт. Смотри, какой он урод, вот реальную. Слон на... Ой-ой-ой, опять всё зави... А, нет, не зависяло. Что ж? Так, подвисает немножко транслянца. Ну вот... Конь Аш-3. Так, мы можем побить на Аш-4, даёт? Мы потом на Дюймя не можем побить, но и ладно. На конец он просто убьём, и его позиция ухажает. Так вот, это... Да, он тоже будет так, ты хочешь дать мат этим конём. Потому что времени маловато, аж 5 игроков. Открываем позицию. Меняется где, меняется где-нибудь. Я не знаю. Меняется, ладно. Смотри, нужно... Никит, ты понял смысл этой рубрики уже или нет? Да, что... Да, что... Поддерживать... Перереплики надежды на то, что у нас придёт флаг. Да. Я понял ещё в первом. Это... Основная идея. Основная идея поддерживать... Вот эту... Поддерживать то, что соперник срубит флаг. Так, очередные травмы. Уметь давать мат тоже... Так, ну немного... Пока работает, но... Тяжеловато. Натяг. Натяг, да. 37 секунд, но он не будет даваться, мне кажется. Потому что у нас всё-таки маловато времени. Нет, маловато это когда около 20. Чё, подумай, бежишь? Слава, ну два подумай, чё. Пока всё нормально, с запасом бежит. Ну, D3... Ты что, отдаём песку, знаешь, вы... А зачем? Сыграл бы D3. Не, ну... Вот смотри, надо проседать по времени. А то он ещё зацетал и ферзил. Хотя, кстати, что-то срочая жесть. Матать им конилы, это не так легко. Ну, нужно тащить пешку... Пешку G в ферзи. Менять и тащить пешку G в ферзи, ты прав. Тащим пешку G. Он не хочет, видишь, менять. Вот именно поэтому он сейчас и будет рубить. Он может рубить коня, но он не будет это делать. Он опять... А вот сейчас он может. Да, кто-то сейчас откачил. Да, он не будет этого делать. Почему ты так уверен? Ну, у тебя же последняя надежда на нормальную ничью в этой партии. Бьём? А, говорит, быстро я думаю, как о нём с оружием. Кейл думает уже, а я подведу края туда. Ну, всё пока нормально. Откуда конь мотует, думай. С Б3. А я придумал. Превращай в коня ещё что-нибудь. Нам нужен треугольник, блин. Чёрт. Да. Я должен был... Я мог бы превратить коня или слона, но у меня авто превращение в ферзя стоит. Надо его срочно убирать. Для этой рубрики. То есть, превратить в коня, а я подведу в адвайку, у него три мата. А. Авто ферзь. Когда я превращаю в ферзя, это мата уже сразу. Я запаниковал. Печально. Да, вот, ребятки, такой косяк. Мы были... Авто превращение для этой рубрики вообще нельзя страдать. Это понятно. Что это может быть наш единственный шанс. Ну, в общем, да, это было близко. Я думаю, что у нас получится. Поехали. Да. Да, конжи один матует, напомню. Матует конжи один, ребята. Я вот выделил вам синий стрелочкой его. Да, у них какие-то опять небольшие траблы. Значит, надо получить 9-кран. В ракане чёрт не хотят поменять белокол. Ой, а ты мне это управление дал? Ничего себе. Да, давай F3 пойдём. Неплохая девка, как они? Тут, 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 тут C3 теория. Нет. Да. Нет. Мне Петя говорил, что на G6 у тебя теория C3. Это Петя. Петя, теория, ты понимаешь? Дарёкие друг друга. И к тому же, надо быть аккуратнее с коню. Сонжи 4 и не пропасть. Да, сонжи 4 очень неприятно. Сейчас обратим слово H6, H4, H5. Как именно конь предпортовать я пока не очень не понимаю, но ладно. Нет, ну ты понял, что нужно просчитать по времени, играть спокойно. Можно о чём-нибудь общаться. Да. Например, вот сейчас вот можно секунд 40 там. Ну понятно, что мы хотим побить на G6, хотим пойти H5 там. Я думаю, что мне кажется, что E5 есть, если бы там второго коня добавить. Ну, можно, в принципе, но... В итоге не забыть, какой из коней мат. Давай пока не будем трогать его, он будет играть в конце партии. Так, вот, в резерве. Да, конь в резерве. Что-то, видимо, здесь как безнадёжно, объективно. Потому что линия аж не держится. Ну, вот, он решил побить сам. Так, нужно... Сейчас мы знаем, что объективно семей шланг просто H5, а уже и масса. Ну, это да. Наша задача вот сейчас, в данную минуту... Да, а ты думаешь, как же туда коня провести? Может быть, мы в Митяшпеле там кинем золотую? У него настолько всё плохо стоит. Смотри, мы пойдём к G5, и понятно, что он не будет взял давать за этого. Да, почему нет? Может быть, сейчас заматует. Ой, точнее, может быть, сейчас кинет коня. Не-не, он сейчас будет играть, как-то будет распределивать. Я же пиан. Вот видишь, мы ему дали несколько темпов. Ну, я же специально сделал, понятно, что можно было сразу молотовать. Никита, у нас больше времени. Нам нужно спокойненько. Да мы ещё не выиграем пока, он не собирается сдаваться. Всё нормально. Давай так. А, так, очередные трэбла. Нажмём на паузу. Итак, ребята, мы вернулись. В общем, ничего, в принципе, не изменилось. Никит, ты здесь? Да, да, у меня есть идея по нашу 4, и по нашу 6, и какой-нибудь, насколько конём с матом. Давай-давай. Я вот, ребята, вот, замечаете, то, что вот, иногда, обратите внимание на время, это вот так лагает у нас интернет. Ну, не у нас. А у меня будет, вернее. Да, ну, слон G6, накидывай. Ну, он, наверное, побьёт конём. Хотелось бы, чтобы он побил конём. Слушай, ну... Я вижу после конь G6, конь G6, конь G7, конь G7, король F8, потрясающе просто красивый мат, но он не конём. Как ты думаешь, стоит забрать эту партию, чтобы его показать? А, давай. Потрясающий мат. Потрясающий мат. Ну, и вот здесь, и вообще, и... Можно побить, кстати, на G2. Ну, у нас все фигурки уже включены, Никит. Да, вот... Очередные у нас проблемы со связью. Ребята. Опять завис TeamViewer, опять мы нажмём на паузу. Да, и, ребята, уронили мы флажок в партии, у Никиты шикарный интернет. Ну, вот такая была позиция перед вами. Да, и здесь... Самый неудачный момент, если бы возможно, потому что после вынужденного ответа F1 у нас был ход ладья F1. После чего, ну, шансов, что человек с этим на 1850 на планете увидит грузомат Аконе и Семи защититься, от неё практически нет. Это... Потому что у белых есть ещё миллиард других угроз, не связанных с конём. Ну, и, собственно, по идее, эта партия должна была бы закончиться при нормальном стечении обстоятельств. Ну, и также, вот, тут тоже должен быть где-то мат конём. Хотя я, если честно, не настолько уже в этом уверен. Ну, должен быть где-то, конечно. Ну, FG6 уже мат, может быть, F1. Ну, понятно, ладья F1 тоже мат, но вот надо... А он как-то вынуждается весь мат конём. То есть, да? Может быть, и нет, на самом деле. Ну, не знаю, ну, в общем, после конь Е7, шансов, что он увидел в конь Е7, практически нет. Да. Вот уже интернет подвёл на самый непосходящий момент. Ну, и что, играем ещё одну? Да, мы были близко в этой партии. Да, вот всего это вообще не так сложно, как нам казалось в самом начале. Смотри, у человека она 400 пунктов больше. Что? Ну, всё равно натры у него конём. Вот этим. Да. С пункта Ж8. Да. Самое сложное здание будет дать мат конём с поля Ж8. Уже для самых продвинутых водовальщиков. Да, но... Я очень плохо считаю, что, например, там, к тому же Петю или Петю или Олегу я мог бы там дать мат фигуры на заказ. Так что в этой партии, конечно, вряд ли получится. Попробовать можно. Уже будто ИДЕ перед столом брать. Ну что? Нельзя конём. К сожалению. Так, ну ладно, ферзь сюда пойдём. Нам в какой-то момент надо пойти, наверное, в 5. Не, ну это антипозиционно, как-то. Я довольствую. Да, конечно. Странно думать о том, что отзаватывать конём, это не очень обычно хорошо сказывается на позиции. Ну ладно, подъём тут. Там подъём, там коня, нечестно. Нам нужно вырубать слонов. Слоны мешают, вообще. Ферзь Д6? Ферзь Д6, король, а что, а будет просто? А, ну да. Давай, Ферзь Д6. Очень логично. Ну да. Ну, конечно, может, он же 4 вообще пойдёт. Ну да, он же 4. Да, и как-то у нас конь вообще не играет. Там же 3 сейчас начнёт менять этого ферзера, и нам это надо менять материал. И нужно, чтобы у нас угасал флаг. И, кстати, этот человек не будет сдаваться, потому что у него намного пунктов больше. Да, но беда в том, что этот человек и мат конём допускать не будет, потому что у него намного пунктов. Мне кажется, у чёрных не плохо, потому что он под коней 4 и как-то встану очень удачно. Ну, это бестолку, понимаешь? Нет, не понимаю, потому что он сейчас начнёт отчаянно защищаться. Ну, может, почему бестолку? Ну, мы после года 3 стола обзабрали. А, ну, может быть, да. АБ, это... Самое страшное штука, у нас хотят убить коня. Конь же 6. Пойдётся выбирать. В реальной порте я посчитал бы там ещё АБ. Но... Но не здесь. Куда, на F7 или на D7? Мне кажется, на D7. На D7... Ладно, не важно. Сильно, по-моему, мне тоже нельзя проседать, потому что пока мы ещё далеко не выиграли эту порту. Ну, а Б? В чём хочется поменять, по-моему. Ладно, АБ... Так, АБ... АБ. АБ, АБ, АБ. Д7. Провели, провели. Никита считает превращалочку ферзи. Да, ну там у нас лишняя пешка, но это как-то не то, наверное, да? Ладно, а почему бестолку не побить? Согнал, в струксле АБ, АБ нам пришло бить, так что какая разница? Ну, что это в этом уровне, опять? Солнце 6. Да, конь, конь не даёт нашему коню заиграть. Может быть, выбить его и пойти конь Е5? Нет, Владиа 2 сейчас хотим пойти, всё нормально. Он просто... Ну, это цель, главная цель всей партии, он немножко усложняет удачу. Ну, я бы даже сказал, не немножко. Так, ну вот, пока наш парень чувствует себя в безопасности. Что, выбивать? Выбивать это объективно очень слабо, он может уже на победку кто-то взаиграет. Нет, выбивать нельзя, надо ждать. Ждать удачный момент, он сейчас может конь Е4 и напрыгнет. После Солнце 5. Да, мне проблема в том, что не так слабо играет. Ну, можно побить конь Е5. Ладно, это же. Чушь какая-то. Чушь. Да, соперник. Может, чё-чё-чё-чё не зимнёт, всё нормально. Вот уже зимнул. Чё он зимнул? А, ничего не зимнул. Так. Понятно, коня ограничили, кстати. Да, кстати, коня можно поймать. Два темпа для этого надо. Ну, пешку. Он не даст коня поймать. Это 4. Почему не даст? Может, даст. Ну, уже теперь, может, и даст конь Е4, оптимально расположен. Да нет, но он сейчас флаг начнёт ронять. А добавить ему вообще не вариант. Да, варианту нам не выиграем парчу. Вообще никак. Если... 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 Давай парчу просто выиграем. Тоже неплохо. Ну, есть ещё шансики. Ну, нет. Я специально... Не меняю его, но это уже... Мэр. Это уже не совсем дерганые движения. Это ещё можно не выиграть. Ладно, вроде держим пока пешку. Как-то тут сам себя, если только замотую, тут было неплохо. Не, ну, уже всё. Да. Да. Срубили флажок. Ходит, 31 пункт я добавил. О, победа. Нам нужны другие соперники, конечно. Люди посильнее нужны. Да, регион, отлично. Вот ему можно сдать маткой. Ха-ха-ха. С... G1. Так, вот. Комбит Мора не катит. Почему? Ну, потому что... Как-то без коня я этого обучаю. В Комбите Мора. Так, ладно. Найдер, отлично. Найдер. Чего? Конь на D4 нас, да, интересует? Вариант слон D3 уже не катит вот эту игру, которую я очень люблю, на самом деле. Потому что он... Там без жертвы этого коня не обойтись. А, G5. А, G5. А, всё вроде катёрия, хотя я и не знал друг варианта на этот фу. Но... Что-то такое я помню. Сейчас у белого-чёрного два основных хода подникать слон G5 в шах. Причём, что он же, бать, в шах считается, несмотря на свою... В общем-то, очевидность считается слабее. А, G5 дают пойти. Перевес белых велик. Так, вот... Вот этот конь ключевой, да? Надо всё напоминать тебе. Стоп, его же могут сейчас побить пешкой. Ну, может, он же не будет всегда на токани отдавать. А, я не знаю. Да, не, не. Ты чё? Сейчас он пойдёт фигазить. Сюда, например. Да. Была бы это реальная партия, я бы уже хоть Хуни-6 сыграл бы. Хуни-6, да, интересно, да? С матом вообще, да? Ну, там с очень опасной атакой. Может, конечно, не с матом. Приходится меньше разощряться. Почему полпочка с этого коня, я не понимаю. Ты должен играть медленнее. Можно посидеть, пока о чём-нибудь подумать. Кстати, Никита, расскажи мне про Оскар. Кто победил? А то ты не знаешь. Я не смотрел ещё. Ты же сегодня в нашей беседке говорил, что победитель тебя не устраивает. Просто ты не говорил, что это победитель? Ну, вот этот, Бёртс Бёртсман. Это реально победило? Да, если честно, конечно, весьма своеобразный стиль. Нет, я не хочу сказать, что это плохой фильм, но не знаю. Я смотрел вот несколько бритвов, я смотрел «Игра в имитацию», я смотрел фильм про выдающегося физика Стивена Хокинга, который мне тоже не очень понравился, но я был очень доволен, что про него просто сняли фильм. Я смотрел ещё, понятное дело, что «Интерстеллар», который, к сожалению, не номинировали, можно сказать, не заслуженно. А «Держимость»? У нас уже на 30 секунд меньше, в общем. А «Держимость» забрала чем-то, по-моему, вот «Держимость» сильный фильм? «Держимость» там что-то, да. Ну и «Интерстеллар» взял тоже один-достер за визуальный эффект, кажется. В общем, просто «Гравитация» в том году взяла 7, и она была ужасная, то есть без слёз рассмотреть было невозможно. Причём слёзы потом далеко не радостью, не дай, нет. 7 москров, ну да, как можно. Ну вот минуту мы потратили. Да, на обсуждение того, что данные робоки не имеют никакого отношения. Но, тем не менее, у нас... Где наш конь? На B3? Ну, этот конь должен дать мату, типа, по-моему. Ну, пожалуйста, не сдавайся. Я буду раздаться, конечно. Стоп, а здесь, может, спёртый? Да, ну, не тот конь играет, который мы уже отронили. F6. Как его привести туда, Никит? Веди его как-нибудь. Алло. Да, да, я думаю. Так времени мало, но даже... Зря мы так долго говорили просто. Ну, ничего страшного. Слонаж 3 есть какая-то угроза. Понятно, что ты уже травматуриваешь пару раз, ну, реально. Да, ну всё, уже у нас все условия. И начались траблы, ребята. Нажмём на паузу. Да, так сейчас сдался, послушал. Алло. Да, Никит, я здесь. Да, мы не матуем в этот раз, хотя он понятно, что был мат в один ход. Да, нужно... Как коняш? Думай, думай. Ну, побить на D7 и через C5 его как-нибудь. С5 более бита, не знаю. Надо коняш включать. Ну, конечно, мы же не успеем дожить до этого. Через D2, давай. Всё, через... Матный F1 грозит, надо помнить об этом. Я уже сильно... То есть, я... Матный... Матный F1 ход, на всякий случай. Это важно для наших всех зрителей, но... Суть руку... Прикероном. Как... Я вижу коня через А5 на... Как-то на B7 и на D6 с матом. Ну, как-то туда протащить. На D6 нам нужно попасть, да? Ты добавил минуту? Да. Так, шаг. Шаг. Всё, нужно тащить... Аж ты... А3 сыграй, сыграй А3. Да я вижу, что мат 2-й сейчас не сдался. Это будет не проблема. Мат я тоже вижу. Мат в этой позиции. Так, ну... Опять у нас небольшие траблы, ребята. Ну, какой-то... Я, собственно, я даже на самом деле мат-то не вижу. Какой-то должен... Откуда коль матует, думай? Со F7, да? Да, со всем. Только со всем. Ну, как... А, понятно, что это не надо делать. Я F7 поменять ладьи, и потом, понятно, F7 встать. Ну, в общем, должны справиться. Ну, он не поменяет ладьи. Думаем, 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 думаем. Секунд 8, оставляем, играем. Но это мало. Блин, он все равно не понял, он будет понимать, что... Ну, да, вот поэтому... Хрольд Б3 отлично. Надо было взять. Да, вот... Не, не надо было, сейчас я уже возьму. Связь не позволяет, он побил на B2, я вам говорю. А, Никита... Куда делась пешка на B2, я не знаю. Все отвалилось. Да, трансляция зависла, ребята. Конь идет на F7 ставить мат. Да, я вижу, Никита. А4. Я специально даю... Я специально даю ему эти... Так, чтобы он... Не спочит, чтобы... Абсолютно... Точно. Я говорю, 1 часа будет пешка, и мы дадим мат. Конь и в 7 мат, ребят. Конь и в 7. Конь и в 7 мат. Победа. Да, ребята, у нас... Простите нас за такую трансляцию. В Швейцарии очень... Да, спасибо, до новых встреч.